Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хубогивили, и в сегодняшнем видео мы с вами смотрим на долгожданный мод, о котором меня спрашивали практически все. Серёжа, где скачать это? Как скачать это? Куда обращаться? Куда заходить? И тому подобное. Мы, ребята, с вами очень хорошо знаем, как выглядят стандартные карты городков для Sims 4. Они нам плюс-минус нравятся или не нравятся, каждому своём. Когда-то давно выходили перерисованные, полностью от руки перерисованные карты для городков Sims 4. Вы сейчас можете их вот здесь видеть на экране. Так вот, после определённых событий, я как лично для себя понял, автор этих карт разочаровался в игре Sims 4 и попросту перестал создавать и вырисовывать новые карты для новых городков. И остановились мы, по-моему, где-то в районе Сулани или Глимербрука, по-моему, что-то типа того. По-моему, про университет там уже карты не выходили, честно не помню, но, по-моему, Эвергрин Харбор точно карты уже не было. Но появился новый автор, который не перерисовывает карты, а делает скриншоты карт, которые существуют в Sims 4 и просто заменяет, скажем так, компонуя картинки, всё это дело в фотошопе и, наверное, как-то так, компонует и создаёт максимально реалистичные карты, такие, какие они есть в самой игре, когда вы подгружаетесь на определённый участок. И сегодня я вам покажу эти карты. Вы сейчас видите практически все городки Sims 4, не включая тех, которые отпускные. Отпускные у нас по соседней вкладке вот здесь. Тут три городочка. Это основные городки. Ну что, первым у нас на очереди Уиллоу Крик. Уиллоу Крик вроде как ещё не заменён. Да, но автор уже, скорее всего, работает над этим городком, потому что городочек довольно большой и довольно, скажем так, объёмный. Так, поехали дальше. Оазис Спрингс. По-моему, Оазис... Да, как раз-таки Оазис Спрингс у нас заменён на вот такую потрясающую карту. Давайте я сделаю себя поменьше для того, чтобы вам было удобнее смотреть на карты. Вот таким образом будет удобнее лицезреть карты. Оазис Спрингс полностью сделан из скриншотов, то есть это игровые скриншоты. Просто модер поднимал карту вверх через режим Tab, делал фотографии определённых районов и потом всё это дело объединял в единую карту, возможно, в фотошопе, возможно, в каких-то других программах. Но выглядит это нереально круто. У автора есть два варианта такой карты. У меня стандартная, также у него есть софт, скажем так, вариант, где все цвета не такие яркие, не такие вырвиглазные, а более мягкие. Вот, я решил взять стандартные, то, как это выглядит в игре, без какой-то либо ретуши. Вот. Вот так вот выглядит у нас Оазис Спрингс. Дальше у нас на очереди Нью Крист. И в данный момент Нью Крист уже официально карта заменена на момент съёмки этого видео, потому что эта карта вышла в бесплатный доступ буквально вчера. Вот, и честно говоря, Нью Крист для меня заиграл какими-то новыми красками. Это абсолютно не тот город, который мы с вами видели на обычной карте, потому что обычная карта городка выглядит вот так, и она максимально отвратительно пустая. Ни деревьев, ни тропинок, ни дорожек, ни заборчиков, ничего. И вот с такой картой городочек выглядит намного-намного круче. Тут даже, видите, показаны участки, которые как бы не игровые, но представим, что там живут персонажи, да, то есть NPC-персонажи, которые ходят просто по городку. Вы тут, может, разумеется, у меня городочек Нью Крист, он застроен, да, определёнными домиками. У меня тут проходили летсплеи, семьи жили. Вот, и, собственно, городочек выглядит очень круто. Вот именно в обновлённой карте он мне нравится намного больше, нежели в стандартной карте от разработчиков. А мы переходим дальше. Следующий город Магнолия Променейт. Это довольно маленький городочек и довольно обычная простая карта, но также она выглядит намного ярче, намного красочнее. С теми, собственно, с той заменой, потому что базовая карта Нью Криста выглядит также очень пустой. Я даже не понимаю, почему разработчики выпускают такие пустые карты для 74, хотя ты подгружаешься на определённые участки, понимаешь, что, ну, как бы, карта довольно яркая, красочный район, довольно прикольный. Вот, но рисуют они какие-то странные полупустые карты, но, по крайней мере, рисовали раньше, потому что Магнолия Променейт это всё-таки первое дополнение для Sims 4, дополнение на работу. Вот, и, скорее всего, со временем мы сейчас переходим к карте Тортозы, да, которую мы с вами видели все прекрасно. Карты выглядят более-более как-то так ярче, красочнее, понасыщеннее по объектам и тому подобное. А изначально, конечно, разработчики прям, ну, явно, я не знаю, ленились или делали всё на скорую руку, непонятно. Но вот эта вот карта, потрясающая замена Магнолии Променейт на то, на то, что она действительно из себя представляет, выглядит намного-намного круче. Дальше у нас идёт по списку город Винденбург, но карта городка Винденбурга ещё пока что не заменена, но я уже в предвкушении того, что будет с Винденбургом, потому что он очень-очень яркий, очень насыщенный, и реально он очень огромный город, и я думаю, что автор справится, я надеюсь. Этот вообще в Винденбурге Хогварт стоит, не обращая внимания, вот. Но я надеюсь, что Винденбург будет очень крутым, потому что, знаете, там как бы в Винденбурге очень много лесов. А здесь разработчики как бы показали наличие леса в этом городе, но он не показывает всю правду, скажем так, этой карты, потому что там леса намного больше, город намного зеленее, чем, собственно, показано на карте разработчиков. Вот, немножко где скачать потом карту Винденбурга, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Так, дальше у нас городочек идет Сан-Мишуна, Сан-Мишуна у нас уже заменена карта, и выглядит она вот таким вот образом. Выглядит невероятно круто, но, но, единственное, что меня смущает в этой карте, что она ночная. То есть, создавалась карта специально под, типа, ночной город, что это мегаполис, что он расцветает ночью, да, что-то похожее на Sims 2. А, когда, помните, в Sims 2 появился городочек, где, можно, типа, центр, он назывался город, и там он всегда был ночной, он всегда был в тени, он был всегда ночью, вот, он подгружался на карту городка, она всегда была ночной. И в Сан-Мишуна, судя по всему, автор решил поступить точно таким же образом и создать ее именно в ночном варианте, именно в ночном виде, вот таким вот образом. Но выглядит классно, конечно, темновато, но было бы здорово, мне кажется, если бы эта карта была все-таки в дневном освещении. Или же, возможно, в ночном освещении проще замаскировать какие-то косяки и какие-то несостыковки, потому что в этом районе, в этом городке 4 района, и они между собой не совсем состыковываются по скриншотам по карте, и, скорее всего, вот такими вот размытиями и огоньками, да, огнями ночными, автор маскировал какие-то вот он, размытия и тому подобное, автор действительно маскировал какие-то определенные косяки данного города, и в ночном варианте этот город, наверное, выглядит лучше, чем в дневном. Там уже все зависит именно от автора. Скорее всего, по этой причине город Сан-Мишуна ночью сделан. Forgotten Hollow еще не заменен, но это довольно маленький город, простой, я надеюсь, что в ближайшее время автор выпустит карту, там, мне кажется, просто можно сделать один скриншот сверху, потому что тут просто один район, и все. Но посмотрим, что сделает автор, надеюсь, что карта получится классной, но пока что она еще не заменена. Дальше, Brindleton Bay, мой обожаемый город, карта у него заменена, выглядит она вот таким вот образом, даже автор добавил солнышко, какую-то такую вот радугу, блик, вот. Выглядит все круто, классно, пока ты не начнешь присматриваться к определенным деталям и моментам, которые, наверное, все же автор мог сделать чуть четче, нежели они есть на самом деле. Например, вот эта пристань, понимаете, насколько она, я не знаю, видно вам или нет, сделайте на весь экран этот видос, насколько она замыленная, замазанная и как будто бы реально некачественная текстура, но опять же, это все зависит от самой игры, вот, именно от Sims, вот. И я не знаю, связано ли это с тем, что автор сам замылил пристань специально, либо же это при отдалении камеры действительно пристань вот таким вот образом начинает замыливаться. Но вот такое вот замыливание видно, знаете, в моменте, где разделяются районы, то есть вот здесь вот замыливание есть легкое, да, между деревьями, потому что здесь идет состыковка двух скриншотов и состыковка двух районов, вот. Дальше у нас идет вот здесь вроде все четко, потом опять вот здесь, там, где деревья, опять идет замыливание, потому что здесь идет уже другой район. Скорее всего, автор таким образом пытался как-то вот скомпоновать все три, там, ну, не берем остров, да, три района между собой для того, чтобы как-то это выглядело плюс-минус адекватно нормально, поэтому пришлось, собственно, как-то вот так вот изгаляться. Например, потому что если мы с вами видим этот район сверху, то есть он довольно застроен, заселен, здесь у нас идет лес, но если мы с вами сейчас подгрузимся, например, в ветеринарную клинику, давайте это с вами сделаем, запоминаем, что со стороны ветеринарной клиники у нас с этой стороны густой, довольно густющий лес. Ну а если мы подгружаемся на саму карту и, допустим, вот мы смотрим на эту ветеринарную клинику, то есть вот с этой стороны, вот этот район, то с этой стороны как такового густого леса-то у нас и нет. У нас здесь застроенный район, тут у нас что-то наподобие, не знаю, церкви, да, это какая-то часовня, башня. Лес присутствует, но он присутствует чуть-чуть дальше, вот в той стороне, и все же на карте вот эти вот домики, они не отражены, то есть отражен только исключительно вот этот район, где есть у нас, скажем так, жилые участки, а то, что здесь находится вот эта вот башня, да, скажем так, еще определенные домики какие-то, да, опять же, бутафорские, на карте они не отображены, их не особо, ну, как бы, видно. Скорее всего, это было по большей части связано с тем, что их просто сюда, ну, не получится как-то уместить, потому что, опять же, карта привязана к участкам, и нужно было автору карту сделать так, чтобы каждый участок при этом совпадал с определенной точкой прогрузки, чтобы не получилось так, что сам участок находится здесь, а этот домик по карте находится где-нибудь вот здесь, то есть, ну, как бы, тут, опять же, довольно много кропотливой работы, но карта Бриндлтон Бэй, вы сейчас не подумайте, я тут сейчас не сижу, не придираюсь, но карта Бриндлтон Бэй выглядит классно, мне действительно нравится, помимо, ну, очень много замыливаний, потому что реально довольно, наверное, сложная карта. Дальше у нас по списку Дель Солювелли, но карта также на данный момент не заменена, и мы с вами видим обычную стандартную карту от разработчиков. Дальше карта, которая мне действительно понравилась, это город Стрэнджервилль, уже карта заменена, и это выглядит очень ярко, очень насыщенно, прям, прям очень много такого красного песочного оттенка. Разумеется, вы можете скачать более такую софт, приглушенную карту по цветам, но это выглядит нереально круто, нереально здорово, и Стрэнджервилль действительно вот такой вот пустынный городочек, я, кстати, очень редко играю в Стрэнджервилле, вот, действительно такой пустынный городок, выглядит круто, как будто бы он действительно где-то на отшибе какой-то пустыни, в камнях, ну, потому что так, собственно, оно и есть, вот, но выглядит очень здорово, очень классно, и мне действительно очень нравится карта Стрэнджервилля, вот в такой вот, скажем, сделанной вариации из скриншотов, сделанной через режим ТАП, это выглядит офигенно, и когда я скачивал карты, действительно, карта Стрэнджервилля мне понравилась больше всего, пока я не увидел остальные карты, сейчас мы к ним с вами перейдем. Дальше, карта городка Сулани, также она заменена, ее уже можно бесплатно скачать, и выглядит она охренительно, честное слово, я, я, не кажется, я никогда не откажусь от этих карт, хотя я говорил так про прорисованные карты, но автор перестал их создавать, надеюсь, этот автор не бросит создавать вот такие карты, да, из скриншотов, вот, тут не нужно ничего рисовать, прорисовывать и тому подобное, просто делаешь скриншоты, и как-то там потом по-модорски все это дело настраиваешь, честно, вообще без понятия, как все это делается, но это выглядит охренительно, мне безумно нравится карта Сулани, это выглядит офигенно, нереально круто, очень здорово, она очень сочная, очень такая прям летняя, здоровская, и действительно, вот такая карта нравится мне намного больше, нежели карта от разработчиков. Дальше мы переходим в Глимербрук, здесь также карта уже официально заменена, и тут нет вот этого, знаете, когда на официальной карте именно от разработчиков тут какое-то поле, как будто бы силовое, непонятно куда ведущее, здесь же это полноценная карта, где мы видим и сам, собственно, портал, и участки, и все так миленько, классненько, очень много леса, атмосфера городка очень хорошо передается, тем, что это такой, знаете, маленький уголочек, где-то вот на отшибе, непонятно чего, вот где-то вот там вот буквально 4-5 райончиков, и достаточно для жития, бытия волшебников, магов и тому подобное, вот, карта выглядит офигенно, мне очень нравится, правда. Дальше карта городка Бритчестер у нас не заменена, она у нас идет пока что стандартная, но я надеюсь, что автор в ближайшее время заменит, вот. Дальше Эвергрин Харбор, также у нас пока что не заменен, и мы видим с вами стандартную карту городка. Гора Камаребии, также у нас пока что стандартная карта, обычная от разработчиков, и дальше Хэнфорд-он-Бегли. Эта карта забрала мое сердечко после Сулани, потому что Хэнфорд-он-Бегли вышел, по-моему, после Сулани, нет, он вышел до Сулани, вот, ну, я имею в виду, автор выпускает немножко в хаотичном порядке карты, и Хэнфорд вышел до Сулани, но вы только на это посмотрите, насколько зеленый город, и действительно, именно вот такими вот скриншотами, город передается намного-намного интереснее. Ты понимаешь, что действительно, это какая-то вот эта вот такая лесная местность, где ваши персонажи, это, знаете, такая небольшая деревушка, где-то вот в лесу, да, скажем так, ну, прям-то прям совсем тут очень много деревьев, очень много деревьев, вот, огромное количество деревьев, вот, это действительно какая-то такая небольшая деревушка с маленьким таким райончиком, рынком, и это выглядит очень круто. Мне действительно карта нравится Хэнфорда намного больше, чем все остальные, мне кажется, знаете, мой такой некий список, это вот Хэнфорд-он-Бегли, потом Сулани, потом Стрэнджервиль, где-то вот так вот. Но я все еще жду карту этого городочка и завеселимся вместе, Винденбурга. Вот, надеюсь, там тоже автор не подкачает, там должно быть тоже круто. Вот, но это выглядит офигенно, это выглядит реально такой прям лесной массив, большое количество деревьев, леса, и это выглядит к настоящему круто. И водопады, и участки, и все сделано круто, классно. Вот, конечно, помимо того, что тут вот бутафорские коровы нарисованы. Вот, такие же, как, кстати говоря, и в Винденбурге, там где-то на заднем фоне плоские коровы обитают. Ой, нет, там в Винденбурге овцы, а в Бриндлтонбэй там на заднем корове плоские коровы бегают. Точнее, как бегают, просто перемещаются покадрово. Вот, тут такие же присутствуют. Но выглядит это офигенно. И давайте продолжим дальше. У нас также присутствует Тортоза, это один из самых новых городочков, и карта также заменена. Автор ее заменил, сделал ее намного круче, ярче, да, что добавил этот вот шар воздушный, чтобы передать атмосферу, да, передать, скажем так, ту небольшую вот изюминку, которая появилась в Тортозе. Это воздушные шары. Собственно, авторы, ну, эти разработчики на карте никак не обозначили, что там есть шары, да, воздушные. Это просто бутафория на заднем фоне летающая. Вот, но все же, как небольшой бонус, выглядит классно, выглядит здорово. Вот, но карта классная, она действительно сделана прикольно. Она вышла совсем недавно по отношению к другим картам. Вот, и выглядит офигенно. Одна из последних, из новых карт, которая выходила совсем недавно, буквально вот пару дней назад, это карта Нью Креста. Автор ее выпустил в бесплатный доступ. Я качаю бесплатно, я не подписан на автор на Патреоне, потому что на Патреоне, ребята, автор уже выдал карту Сильвадорады. Потому что у меня еще городки, которые там, Гранит Фоллс, Сильвадорадо и Бату, они у меня максимально стандартные, они у меня классические, то есть без каких-либо перерисовок. Но автор уже у себя на Патреон выложил в платный доступ Сильвадораду, и буквально через несколько недель Сильвадорадо должна стать бесплатной, потому что там какой-то определенный период он выкладывает платно, а потом бесплатно. Но, почему я буду вам об этом говорить, давайте я вам лучше покажу страницу автора в Твиттере. Так, ну что, автор у нас под ником TwentyCenturyPlumbob. Вот так вот выглядит его страница в Твиттере, и здесь вот он уже, скажем так, анонсирует карты. Newcrest вышла буквально вот совсем, совсем недавно, буквально, мне кажется, даже, по-моему, вчера, да. И вот так вот будет выглядеть карта городка Сильвадорадо. Пока что она еще платная, но она тоже очень зеленая, очень вся прям, ну, потому что это джунгли, да, во-первых, это джунгли. Здесь лес вполне себе обоснован, и это выглядит невероятно круто. То, что касаемо какой-то еще работы над какими-то другими картами, тут можно листать, автор всегда рассказывает и показывает, над чем он в данный или тот момент работает. Тут вот он показывает сравнение карт, того, как выглядели карты, потому что, смотрите, вот та же наш потрясающий вот Newcrest вообще по-другому выглядит. Абсолютно. Что еще по-другому? Прям реально прям по-другому выглядит. Этот Glimmerbrook вообще отличается, мне такое ощущение, прям, ну, совсем как будто бы другой город. И также вот этот вот базовый городочек, постоянно как он называется, я забываю, вот, но тоже выглядит офигенно, здорово и прям реально отличается. Тут можно смотреть, у автора вы можете подписаться, он тут иногда показывает, скажем так, процессы создания карт, да, то есть то, как он над ними работает, это вот создавалось, создавался, господи, Сильвадорадо, вот. Также он тут показывает, куда он создавал Newcrest и тому подобное, но пока что, пока что, видите, вот у него даже есть целый список городков, это все городки в 74, которые есть сейчас, вот, которые он заменил, и которые у него в планах. Но смотрите, на этих картах нет Бату, и нет, я так понимаю, так, Гранит Фоллс тут должен быть, да, Гранит Фоллс есть, но он еще в планах, вот, тут нет Бату, тут нет Бату, правильно? А, нет, Бату есть, вон, тут внизу, значит, это реально все городки в Sims 4, которые на данный момент присутствуют. Получается, на данный момент заменено 11 карт городков из 20, то есть это уже даже больше половины, то есть на одну карту больше, и остается еще 9 карт до того, как вся Sims 4, все карты городков будут полностью заменены. Вот такие дела. Ребята, все ссылки на автора я оставляю в описании, потому что тут же в Твиттере у него присутствует ссылка на его Патреон, тут вот можно перейти и зайти к нему, заглянуть на Патреон. Ссылку я оставлю именно на Патреон, ну, и на Патреон, и на Твиттер, потому что я захожу на все эти соцсети через VPN, потому что Твиттер не работает на территории России в данный момент, вот, поэтому тут вот видите, он выкладывает какие-то софт-варианты, вот, допустим, я так понимаю, тут сейчас будет, нет, это вот оригинал, а вот, да, оригинал переделанный, а вот, типа, софт-вариант, ну, low situation, сделан более, скажем так, приглушенные оттенки. Тут просто выбираете, какую вы хотите, и скачиваете, собственно, без каких-либо проблем. Все ссылки я оставлю внизу в описании, спасибо большое за то, что посмотрели, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, надо бы не пропускать самую свежую и интересную информацию из мира The Sims, но с вами был Сергей, канал Хуба Гимель, всех безумно люблю, спасибо за просмотр, и всем пока-пока, мы хороши. Пока-пока.